Итак, друзья, срочное включение. И яшники решили сделать мне нереальный подгон и выкатили, наверное, одну из самых интересных карточек, которые я видел на данный момент. И это не Лео Майси. Сори. Ребята, под прошлым видеороликом я ставил лайки абсолютно всем комментариям. Сегодня правила другие. Вы смотрите этот видеоролик и оставляете какие-нибудь вразумительные комментарии. Ну, как отзывы, знаете, на кинопоиски, на фильмы. Собственно, вы посмотрели мой видос, оставили какой-нибудь классный отзыв. И если вы напишите что-то классное, интересное лично для меня, то вы получите от меня лайк. Удачи. Я думаю, что вы все прекрасно догадались, о ком идет речь. Это Чи Адамс, которого в прошлом году я сравнивал с Акбон Лахором. Статы у него были крутые. Но после того, как он получил информа, эти статы стали походить на нечто невероятное. 90 скорость, 80 дриблинг, 82 удары и неплохая физуха. Вы тут можете подробно посмотреть ее внутри, игровые статы. Ты вот просто смотришь на эту карточку и хочешь не хочешь сравниваешь с Габриэлем Акбон Лахором. Также в моем составе, естественно, будет Акин Фенва, который так и напрашивается, чтобы играл он вместе с Чи Адамсом, так как это номинально серебряная карточка, в которой я очень часто играю. И в целом вот так вот выглядит мой склад, которым я время от времени даже поигрываю в дивизионах. И недавно мне попался вот такой вот интересный пассажир. Вот просто чекать эту команду, состав, это что-то невероятное. И вот вы просто вот в голове у себя держите, что этот состав стоит на секундочку около 10 миллионов, ну там 9 с копеечками. И я вот этим вот составом встречаюсь с ним во втором дивизионе. В тот момент, когда я встретился с этим составом, я чилил у себя в комнате и, к счастью, есть кнопочка шарплей, с помощью которой мы сейчас по фасту глянем на этот матч. Поверьте мне, это того стоит. Я по фасту промотаю ключевым моментом, потому что я думаю, вас, как и меня, интересует финальный счет. А началось все довольно-таки просто, Дель Перо, прострел и Роналдо забивает гол. Но, как говорится, недолго музыка играла. Вот такая вот интересная атака, Цупер дает на Акафора, Варан куда-то улетает и мой серебряный Бестиара забивает гол. Спустя какое-то время мне опять залетает какая-то срань в ближний угол от Криштиана Роналдо. Я реально не понимаю, в этой ФИФА ближний угол это какая-то нимба. Ну и на 58-й минуте Акинфенва все-таки напомнил о себе. Вот такой вот пасик от Мухтара и левой нерабочей ногой в дальний угол. Счет 2-2. И на удивление на этом матч, можно сказать, и закончится. Потому что все остальное время практически нихера не происходило. И вот итоговая стата, собственно. Кто-то скажет, отскочил. Возможно. Но сам факт того, что я сыграл в ничью против состава за 10 миллионов монет. А у меня составчик на секундочку стоит, ну там, я не знаю, копейки 2-3. Там у меня полностью фулл сквад с какими-то информами, которые я получил бесплатно. Я вообще не хочу даже предполагать, что тогда происходило с моим соперником. У тебя в составе Криштиана и Усебио все топовые карточки. И ты играешь 2-2 против серебра во втором дивизионе. Дальше я встретил вот такого соперника. Да, он немного слабее, но это все так же золотая, крутая команда. Которая, казалось бы, должна меня вынести просто в сухую. Но, как оказалось, нет. Итоговый счет у нас 6-2. 6-2 против золотой АПЛки. В общем, ребята, я вам базарю. Эти серебряные карточки прям в анлаф. Я так кайфую, играя этим составом. И вынося вот такие вот составы, вот прям какое-то нереальное чувство самоудовлетворения ты испытываешь. Что ты не играешь каким-то метовым составом, а просто серебряными карточками. Простыми работягами, которых ты добыл в каких-то там заданиях. В общем, интересно будет почитать, что вы думаете про все это дело. Ну и, собственно, ребята, давайте же вам представлю состав, состоящих преимущественно из легенд моего канала. Наконец-таки мы до этого дошли. На воротах у меня Стефан. Я думаю, вам и так очевидно, ради кого он стоит. Справа Едлин. И, собственно, Апара вместе с Лонгом. А слева стоит Лима. В общем, вот такая вот американская связочка у меня присутствует в защите. Выбил я их там буквально за один денек. Да, вот это вот вообще прекрасно. Почему-то у него нет линков к Канте и Салаху. Класс EA, как всегда. Собственно, зная любовь Акинфеновой к Ливерпулю, я не мог не добавить сюда Салаха. И, собственно, Стиви Джи. 86-ю карточку я его прикупил. Еще ни разу им не играл. Будет интересно затестить его лонгшоты. Так, собственно, Канте, Стерлинг, ну и в атаке Чи Адамс и Акинфенова. Как мне кажется, состав выглядит боевым, интересным, необычным, креативным. Называть его как хотите. Какой-то фейерверк под карточкой с Тиви Джи. В общем-то, какие-то невероятные аномалии здесь происходят. Собственно, давайте побыстрее уже начнем матч и посмотрим, что же можно будет продемонстрировать данным составом. Ребята, 14-го числа французы встречаются с португальцами. Вы всегда можете сделать ставочку на сайте OneX по закрепленному комментарию или же просто перейдите по моему QR-коду. Также не забывайте про мой классный промокод. А если вам нужны монетки, ссылочка на мой личный сайт будет в описании. Давайте взглянем на нашего первого соперника. Вау, как долго прогружаются карточки. Блин, топовые команды на самом деле. Решфорд, Харикейн, Уолкер на ЦЗ. Так, ну по дриблингу могу сказать, что это неловкий чувак. Ну, типа, он долго разворачивается. Один из вот таких вот чуть... Это что за отскок? Так, Чадамс, Чадамс. Хорошо, блядь, ну за пенальти мог бы и пенальти дать. Ой, Стивен Джеррид. На Акинфенву, Акинфенва, давай-давай-давай, братуха. Лети, братуха. Давай сам, просто сам в дальний. Хорош, Акинфенва. Вы в танце. Хорошо, Акинфенва забивает, ребята. 1-0. Так, Стиви Джи на Акинфенву. Блин, это просто мечта Акинфенвы, чтобы на него пасовал Стиви Джи. Ну, как вы знаете, он типа болельщик Ливерпуля. Вот как лонгшоты тестить в этой игре? Я не понимаю. Вот эти автоблоки, конечно, руният вообще дико всю историю с дальними ударами. Ну, я не знаю, вот я вожу, пытаюсь как-то вот момент найти для дальнего удара. Ну, хотя бы вот такое. Ой-ой-ой, Стиви Джи. Какой хороший удар у него получился. И 2-0. Сори, соперник, пока что это театр одного актера. Забиваю практически все, что создаю. Так, Чи Адамс. Вот сейчас нужно продемонстрировать свой пейс и скорость. Хорошо. И в дальний. Чи Адамс. Вот это финишинг. Бля, это вот это... Блядь. Я сейчас пропустил бы вот самый тупейший гол, который можно пропустить. Когда вот игрок как электричка бежит и просто сносит все на своем пути. К счастью, у меня Стефан сделал сейв. Я на самом деле дико удивлен. Эээ, ну это красная карточка должна быть. Охренеть. Блин, вот в этой части FIFA вообще красные карточки не раздаются. Так, Чи Адамс. Ну-ка, лонгшотни. Мне кажется, он сейчас забьет. Выноси, выноси. Фуф, это было жарко, но мы отбились. Так, вон там, на дальний я вижу Чи Адамса. Чи Адамс. Просто царь. Конечно, рано делать выводы, говорить о том, что это новый Акбалахор. Но забивает он, конечно, прям практически все моменты. Ну что, соперник, вынужден тебя огорчить. Тебя в атаке разъебывают два серебряных беста. Сори. Так, Стивен Джо на Акинфенво. Акинфенво! Акинфенво забивает с навеса Стиви Джи. Брат, дай обниму тебя. Блин, я хотел обнять Стиви Джи, но мне не дали сделать этого. Чи Адамс. Чи Адамс. Шестерочка. Фирменная шестерочка, ребята. Нет, соперник что-то совсем поплыл. Он начал какую-то херню творить. Я понимаю, да, это больно, когда тебя разъебывают Сильверкарты в атаке. Вообще не представляю, каково это. Итак, next соперник. Снова сильная АПЛочка. У каждого в защите Ван Дайк и Гомос. Это понятное дело. Ну и, как вы знаете, слабые соперники два раза подряд не достаются. Поэтому я уверен, что этот соперник будет пожестче стопудово. Хорошо. Чи Адамс. Чи Адамс. Брат, просто перебрось. Перебрось. Блядь. Хорошо. 1-0. Стерлинг прям филигранно в уголочек. 1-0. Поэтому я выкручиваю единички на угловом. Регулярно. Чи Адамс. Сейчас может забить. Чи Адамс. Чи Адамс с лёту. Семёрочка. Вынимай. 2-0. Так, Стерлинг. 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 Здесь можно прострел какой-нибудь грамотный сделать. Хороший прострел. На Кинфенву. Блядь, как же они разъёбывают, ребята. Связка Акинфенва. Чи Адамс. 2 серебряных беста, которые просто уничтожают в защите. Кто такие Гомес и Иван Диджи Кей? Я не знаю. Не-не-не. Стой, стой. Штанга. А-а-а. Твою мать. Пропустили какую-то срань. Чи Адамс. Хорошо. Вдальний. А-а-а. Штанга. Блядь, как он красиво разобрался. Хорошо, Чи Адамс. Хорошо, Чи Адамс. Штанга вторая, блядь. Да ты чё прикалываешься? Блядь, две штанги от Чи Адамса. Я в ахуе. Так, а вот здесь вот может быть полное сранье, если я не забью, блядь. Соперник уж очень часто атакует, блядь. Ну это пиздец. Ну это просто пиздец, блядь. Как я ненавижу счёт 3-0. Он такой скользкий, блядь. Блядь, ну ты серьёзно, ты сейчас ещё раз навесишь? Это пизда, блядь. Он два раза навесил, два раза забил. Просто два раза пробежался по флангу, навесил и два раза забил. Я в ахуе просто. Блядь, ну чё, Чи Адамс, давай доказывай, что я охуенный бестяра серебряный. Ну, Салахич, давай вот так вот сделаем. 4-3 кик-офф, блядь. Какой пиздец происходит в этой игре, блядь. Как можно всерьёз воспринимать эту игру? Здесь сделаем вот так. Пенальти? За что пенальти? Там не было пенальти. Бля, я не буду это забивать. Фэрплей, ребят, фэрплей. Это несправедливо по отношению к сопернику. Поэтому я не буду забивать эту срань. Хотя я ещё смогу довыёбываться за свой фэрплей. Он сейчас ещё раз пробежится по флангу и навесит. Так, ну у соперника здесь уже проходной двор какой-то, блядь. Я не знаю, с чем это связано. Но мне, в принципе, похуй. Я делаю вот так вот и забиваю пятый год. Сори, бро. Но Чи Адамс не прощай. Так, соперник решил пойти самым эффективным способом. Это просто навесить, блядь. Да ну тебя нахуй. Три навеса, это было бы уже слишком. 5-3. Потная каточка была. Соперник был достойный. Но Чи Адамс... Что там, снова хитричок оформил или дубль? Дубль. Акинфен вагол. Два ассиста. Два ассиста с пасами 50. Прошу заметить. Прям был бодрый и хороший матч. Давайте найдём нашего третьего соперника. Состав называется Мета. Чуть хуже, чем прошлая команда. Но, как вы знаете, в этой FIFA, чем хуже у тебя команда, тем лучше ты играешь. Это я уже для себя выяснил. Хотя, по сути, у меня у самого команда не очень сильная. Если посмотреть по игрокам, у меня нет каких-то супердорогих игроков. Так, стерлинг. Здесь вот такой вот финт. Такой вот финт. Улетим. Блядь. Ну, разносит пока что у меня соперник по всем статьям. Ничего делать не могу. Соперник вроде как ничего грандиозного не показывает. Но при этом он прессингует так, что мне даже некогда дать пас. Но вот сейчас! Жерт, отличный пас вырезал на Чи Адамса. Тут надо пользоваться моментом. Вот так вот! Это был мой единственный момент в этой игре. Было бы, наверное, несправедливость. Я его сразу же зарешал. Так. Ну, сейчас будет навес, очевидно. А нет. Был прострел. И он, конечно же, как электричка пролетел. Мой голкипер. Снова делает сейв. Что происходит? Он не попал в пустые ворота. Блядь, тяжелая игра. Пиздец, блядь. Я не знаю, что делать. Так. Стерлинг против Гомоса. Блядь, смотрите, как легко Гомос догоняет Стерлинга. Ну, такой бред, блядь, ебучий. На! Ой-ой-ой, Чадамс. Ну, это прям хороший лонгшот был. Очень скучный первый тайм. Ну, давай уже рожай, блядь. Туда-сюда катает. Пять тысяч лет. Ну, и вот ради такого удара ты это все делал. На! Ну, я попытался ударить лонгшотом. Я фанюсь, ребята. Не относитесь слишком серьезно к моим роликам. Вы видите, я сижу, угораю во втором дивизионе с серебряными карточками. Бью всякие лонгшоты, тещу всяких бомжей. Мне весело. Мне весело. Главное получать удовольствие от этой игры. Дальний удар. Блядь, он даже такой блочит, блядь. Чадамс! Да он опять блочит! Да как меня бесят автоблоки, блядь! Че мое! Если бы меня такое забил, я бы тебе, конечно, похлопал бы. Так, ребята, страшно. Сейчас, может быть, все очень плохо. Все может плохо кончиться на 86-й минуте. Обидно. Так, одна минута, ребята. У нас есть одна минута. Надо ей воспользоваться. Надо ей воспользоваться. Чадамс! Кто, если не ты? Кто, если не ты? Брат! Чадамс! Хорош, блядь! Хорош, ребята! Играйте до последней минуты всегда. Никогда не сдавайтесь, блядь! Чадамс, блядь! 1-1! Все-таки вытаскиваем ничейку в этом сложнейшем матче. Ой-ой-ой! Какой матч! Какой матч! Пиздец! Я думаю, что трех матчей вполне себе достаточно, чтобы сделать вывод о моей команде. Защита соу-соу. Типа, не могу сказать. Типа, норм игроки не нормы. В любом случае, я не киберспортсмен, поэтому оцениваю со стороны фанового игрока. Типа, вроде неплохо стояли. Как бы, ничего хуёвого. Прям ничего хорошего. Условно говоря, как бы, эта пара центральных защитников играла не хуже, чем тот же Ван Дайк и Варан. Стерлинг очень понравился. Очень быстрый, со своими какими-то прикольными анимациями. 1 гол плюс 2 асиста. 3 асиста, 1 гол. В принципе, свою функцию он выполнял на ура. Акинфенва. Фановый качок. За 6 матчей забил 10 голов, а дал 8 асистов. С передачами 50. Типа, забавная карточка. 2 звезды на финтах. Вы сами понимаете, что ловкость у него такая себе. Разворачивается тяжело, но в целом. Поиграть ему и получить удовольствие вполне себе. То есть, как бы, это не тот чувак, который на регулярке вам будет делать результат в Weekend League. Но, так или иначе, я люблю эти фановые карточки. Вы сами знаете, сильвер карты прямо в сердце. Поэтому я и стараюсь находить для себя какие-то интересные карточки и что-то делать за них. Ну и, собственно, Чи Адамс. 3 матча, 6 голов. Что еще ожидать от серебряной карточки, которая достается вам абсолютно бесплатно, прошу заметить. Если бы она продавалась на трансферном рынке, возможно, она стоила около 200 тысяч, я не знаю. Ну, чтобы вы понимали, насколько имбово выглядит эта карточка. У Варди, по сути, шутинг только на троечку. Лучше и все. По всем остальным параметрам Чи Адамс его уделывает. Ну, я думаю, что такая же история с большинством форвардов из АПЛ. В общем-то, ребята, такой вот выпуск. Я дико кайфанул. Надеюсь, вы тоже. Поставьте лайк под этим видосом, если вам понравилось. И оставляйте комментарии. Для меня это очень важно. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok